Мы все с вами молодые. Особенно, когда там болит, здесь скрипит. Очень хочется быть молодым. Так, страница 20. На неделе как раз писал короткие пояснения по отдельным ученым. Вычитывая много, но писал в материале, ссылки просто мне нужны были. Очень интересные жизни у очень разных ученых, известных. Ну, там как раз у меня была Шафия. По Шафия, да, там подробно наума.ру есть, в свое время я писал. Сложнейшая жизнь, имам Шафия. Как увидеть рай, так материал есть наума.ру. Ибн Таймия. Очень интересная у него жизнь. Вообще просто, конечно, мощный ученый. Абу Ханифа. Вот интересно. Абу Ханифа, например, и ученый, и очень активный бизнесмен. То есть человек очень богатый. И неоднократно ему предлагался государственный пост. Но он отказывался. Ну и особо не церемонился. Человек с достатком, независим от власти. Поэтому он говорил, нет, давайте без меня. И в тюрьму. Да, не раз оказывался в тюрьме. Ну и Химон Таймия тоже, если посмотреть, периодически оказывался в тюрьме. Но вот за свою прямоту они оказывались. Можно было где-то помягче быть. Если посмотреть других ученых, они, наоборот, были помягче, они много пользы принесли по-своему. Потому что Абу Ханифа, он и умер в тюрьме тоже. То есть на старости лет, опять же, ему дали высокий пост. Он говорит, нет. Опять же, нужно понимать, когда правитель, влиятельнейшая личность, при других говорит, вот его поставьте главным судьей, то есть генеральным прокурором. Он говорит, нет, не понял. То есть, генеральным прокурором тебя ставят. Нет, не хочу. Ну, зачем такую ответственность заваливать? Ну, послушай, у тебя есть соответствующие знания. Давай. Нет. Ну, там особо не церемонились. Нет, ну, тогда иди в тюрьму. Там он и умер в тюрьме. Жизнь довольно такая интересная штука. Имам Шафия, я думал, что вам процитировать из него, почему-то появилось желание. Некоторые вещи не цитируют. То есть, жизнь его била вообще жестко. И люди его подводили, предавали жестко. И по этому поводу у него очень много боли в его стихотворениях. А его стихи собрали на полях богословских своих трудов. Он писал иногда мысли в стихотворной форме. Но в данном случае у нас с вами наставление молодым. Вопрос один такой был. Я часто же говорю, нужно стремиться к большему, стремиться к большему. Один молодой человек говорит, ну, вот зачем мне стремиться к большему? Ну, например, человек скажет, вот, Шамиль, ты говоришь, работать таксистом – это временно. Зачем мне что-то большее? Ну, я на экономе работы, зачем мне переходить на комфорт плюс? Или зачем мне переходить на бизнес? Зачем мне потом иметь автопарк из десяти машин? Ну, зачем мне этот рост? Вот я женюсь, а у меня будет двое детей. Ну, зачем мне пять детей? Куда и дальше? У меня там голова вся будет кипеть. Я хочу спокойно там сериалы смотреть, еще что-то. Зачем мне там? То есть зачем, Шамиль, к чему-то еще напрягаться, к чему-то стремиться, когда, внимание, я и так счастлив. Но этот человек, это человек говорит в свои двадцать лет, учтите. В сорок лет он ничего вернуть не сможет. Но он будет уже думать по-другому. В сорок лет или в пятьдесят работать на низших уровнях наемным работникам, при том, что тебя еще с учетом твоего возраста не особо-таки возьмут. И если ты еще будешь болеть, да ты сам физически не сможешь. И если ты не поймешь, как там женился, не женился детей. Один-два ребенка тоже. Дети подросли, у них свои заботы, хлопоты. Когда еще много детей, кто-то из них найдет, тут один на тебя нашел чуть-чуть время, там другой, когда их много. А когда один-два, тоже как бы у них не особо времени на тебя будет. У них своя жизнь, свои дети, свои хлопоты. И человек вроде как остается неудел в свои сорок плюс, пятьдесят плюс. А вся проблема, здесь же вопрос не в том, чтобы быть счастливым. Ты можешь быть счастливым и бездельничая, но ты будешь еще более счастливым, если, как говорит имам Шафия в данном случае, ты горечь знаний глотаешь. То есть, если ты реально трудишься, напрягаясь, здесь не в смысле, что ты не восстанавливаешься. Ты восстанавливаешься. Но есть же вопрос, вот ты отработал свое. Я порой ребят смотрю, ребят некоторых. Вот он свое отработал, все. И он со своим телефоном. Все. Такие соцсети, другие. Он книгу не слушает аудиокнигу. Я сейчас наушники взял, прям вообще блокируют. Я даже вообще не слышу ничего. Оказывается, такие наушники. Я слушаю аудиокнигу. Я жую свой салат. Ну, даже на работе. Может быть, то есть, если что-то нужно обсудить, я снимаю наушники. Но если обсуждать нечего, все о чем-то говорят. Ну, хорошо. Наушники. И даже, опять же, говорят, как я в свое время, когда студентом был, я брал книжку богословскую. Говорил, так, народ, сели, читай один абзац. Прочитал. Чего понял? Бе-ме толком ничего не понял. Я говорю, мозги-то нужно разрабатывать. Это сложно. Болтовня – это легко. Соцсети, сериалы – все, пожалуйста. Сколько хочешь. И ты счастлив, и все нормально, и все в порядке. Чего с учетом, что у него была жизнь очень сложная. Очень сложная. Он говорит – тасаббар, здесь не избир, атасаббар. Усиленно. То есть, проявляй максимум терпения относительно горького вкуса, строгости твоего учителя. Если подстрочно. Твой учитель где-то сухой, где-то строгий, где-то ругает, где-то критикует. И все это для тебя горько и неприятно. Проявляй максимум терпения. . Поистине устойчивые, прочные знания именно в тех выговорах, которые ты от него получаешь, от своего учителя. То есть и жизнь, и жизненные обстоятельства. Тем более учеба, изучение чего-то нового. Теперь смотрите дальше. . Кто не попробовал горечь обучения час, тот будет глотать унижение невежества всю оставшуюся жизнь. Когда эту строчку я читал. Учеба, когда я начал, например, в 86-м читать Коран. Ну, читаешь. Ну, таджвид. Интересно. Ново. Потом учишь – ищу суру. Потом – ищу суру. Потом – неохота. Новый хадис учил. Неохота. Как я вам говорил однажды, мне прямо картинка, оказывается, у мозга, фотографическая память. Это я потом уже читал. Помню, как один кто-то приехал из Средней Азии, по-моему, из Таджикистана. И мужик, ну, это, считайте, 87-й год, советский период. Он говорит, давай, Шамиль, я тебе как раз к моему учителю. Он приехал, и там мы увиделись. Он говорит, давай я тебе напишу хадис. Честно, я не помню, какой хадис, но он так красиво написал. Почерк, просто суперпочерк был очень. Ровно, очень красиво. Я, как раз, этот хадис в том числе учил. Учишь аяты, хадисы, я бы это не назвал горько. Потом, когда учеба уже в Алясхаре началась. Не так сложно. Вот именно то, что он говорит, горечь, получение знаний. Я это испытал, например, на первом курсе факультета шариата. Я читаю, ничего не понимаю. То есть я арабский хорошо знаю. Я уже тысячи страниц до этого учил. Сдавал экзамены письменные, устные, в Магаде. Если к улету шариат захожу, первый курс – вообще ничего. Что такое? Столько слов, каких-то вообще непонятных. Смотришь обычный словарь Баранова – нету. То есть большинства слов нету перевода. Берешь двухтомники, пятитомники, десятитомники. Начинаешь эту тему, которая здесь дана вот так коротко, ты начинаешь ее вычитывать в многотомниках. Более подробно, чтобы все нюансы учесть. То есть смысл играет. Ты не можешь понять, куда его повернуть более точно. Потом записываешь лекции, тогда аудиокассеты были. Записываешь, слушаешь раз, слушаешь два, пять, десять. То есть я постоянно ходил в наушниках. Слушаешь, 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 слушаешь. Только через год-два после этого. И вот первый год прямо мозги конкретные. Горько, неохота, не могу уже, не хочу уже вот так уже совсем. Но я и рассказывал, что на каком-то этапе думаю, ну, наверное, это вообще не мое. В моей мозге вообще не соображался. Я не понимаю. Такое огромное количество этих терминов. Но это уже потом, опять же, читая про работу мозга, создание новых нейронных путей требует плюс-минус шесть месяцев кропотливейшей работы именно вот эту . Здесь он говорит один час. Но по факту, чтобы ты что-то новое начал понимать, тебе нужно пахать много часов ежедневно шесть месяцев. И образуются новые нейронные пути. Имам Шафия говорит, тот, кто не вкусил горечь вот такого конкретного капитального познания, изучения даже одного часа, тот будет глотать унижение невежества всю оставшуюся жизнь. Это важно. Даже вот на днях тоже на одной встрече был, мы общались, человек занимается наукой. Ты его послушаешь, вообще супер, очень интересно размышляет. У него много научных трудов и так далее. Как раз обсуждали вот кандидатское, вот докторское, в том числе по старшему сыну какие-то моменты обсуждали, по кандидатской и так далее. Это сложно. Но без этих уровней высшее образование, кандидатское, ну, кто считает нужным для него докторская работа. То есть настолько вот это вот кропотливое детальное изучение, в итоге целая область в политике, в богословии, в культуре, в истории. То есть вот эти вот научные пласты, они общество двигаются потихонечку вперед, потихонечку вперед. Но таких людей в наше время очень мало. Человек отучился в школе, чуть-чуть знает язык, свой родной язык знает, но даже те, кто там знает, если кто-то из вас, я не знаю. Таджикский же он отличается от тюркских языков. Но на таджикском языке наверняка есть какие-то очень мощные древние произведения в оригинале. Да. Но там идет чисто форси. Чисто форси. Ну, вот. То есть тот же самый Ирана. И вот таджикский, вы в оригинале, те, кто знает таджикский, читали? В оригинале. Вот читали, молодец. Остальные не читали, что ли? Читали? Вот, молодцы. Но только не то, что в школе читали. Самостоятельно. Отлично. То есть это важно. Потому что знание, в том числе, глубокое знание своего языка, культуры, то есть истории – это важно. Мозги вроде как, что там, соцсети открыл, ничего такого. Хорошо, сейчас YouTube плохо начал работать, хотя бы меньше люди туда будут заходить. То есть изучение – этот человек может подумать, да зачем мне эта история, да зачем мне там такой-то язык, еще что-то. Там одного только Чехова послушай, и раз, и два, и три, там столько интересных вещей. Я помню, являясь студентом Алясгара, я привез из Москвы книгу Чехова. Чехова перечитал, я думаю, вообще его дает. То есть я его читал через призму Курана и хадисов, как человек, обучающийся богословию. Но я читал Чехова. Мне он очень понравился. Поэтому это все расширение, уфу, расширение горизонта. Поэтому, когда человек говорит о том, что зачем мне все это изучать, стараться, к большему стремиться, я и так счастлив. Не вопрос. Не вопрос. Значит, тебе не нужно стремиться. Значит, ты не из той категории людей, которые продвигают науку, культуру, политику, военное дело, богословие, вперед. Ну, не из тех. Ты просто-напросто, вот, как один человек, мой знакомый интересно говорил, он говорил, я не обслуживающий персонал. Интересно. То есть человек работал на самых разных работах. Он не стесняется что-то мыть, что-то убирать, что-то пылесосить и так далее. Он не стесняется работать. Но он сам для себя говорит. То есть реально, как машина. Он учился просто, как машина. И дальше не останавливался. Он говорит, я не обслуживающий персонал. Не в смысле, что это унизительно, а в смысле, что я должен добиться намного большего. Но это потребует того, что ты . Тебе придется горьких пилюль учебы проглотить большое количество. Они горькие, горькие. Вот, вообще, ну, совсем. Вот я, например, не любитель тминного масла. Сколько не хотел к нему привыкнуть, ну, не могу. Вообще, прямо конкретно выворачивать. Ну, не подходит оно мне. Кастель-хинди вообще мне понравился. В последнее время пьют этот кастель-хинди. А вот тминное масло вообще не подходит. И вот именно то, что тебе совсем вроде как не подходит, а вот оно как раз, его надо и пить. В учебе, в приобретении ремесла, навыков. Тебе будет сложно, а тебе нужно это. И тогда уже, когда тебе будет сорок, вот тогда скажешь – вау! Оказывается, вот оно, счастье-то. Не то, что я заработал за день свои там 10 тысяч или сколько рублей. Не то, что я получил вовремя свою зарплату. Не то, что я потом спокойно мог смотреть эти сериалы в этом телефоне. Оказывается, счастье-то в том, что у меня семья, у меня дети, у меня квалификация. Я тот специалист, которого даже в 60 лет никто не уволит, потому что он именно специалист высокого класса, незаменимый специалист. Как дети, какая-то есть сказка мусульманская, помню, сейчас помню. Там, что какой-то падишах решил, там еще давно мы записывали эти сказки, один падишах решил убить всех стариков. Говорит, что толку от них, они только едят. И потом там целая сказка о том, что именно старик в этой ситуации дал самый мудрый совет, в этой ситуации дал самый мудрый совет, в этой ситуации дал самый мудрый совет. И только потом уже, когда падишах узнал, что это, оказывается, не тот молодой, говорил. А его отец, которого он скрыл, чтобы его не казнили за возраст, он тогда только понял этот падишах, то, что, оказывается, пожилые люди – это та мудрость, которой нет у молодых. Просто нет. Какие хочешь, там умные книги читай. Но мудрость – это совсем другое. . Кто в молодые годы мимо него пройдет обучение, школа, университет, для кого-то кандидатская, для кого-то докторская, у кого что. То есть он будет пренебрегать обучением. Мимо него, если пройдет. . Можешь прочитать четыре такбира, он уже умер. То есть человек, который не вкусил всю горечь обучения, всю горечь профессионализма, труда, интеллектуального труда. Человек, который не вкусил это в молодости, не отучился. На сегодняшний день, вы знаете, по детям, по подросткам. Дети не хотят учиться, не хотят. Мы даже сейчас у некоторых детей решили перевести на дистанционное. Потому что школа, подростковый период, смотришь, школа – это вообще в 14-15 лет никто не хочет учиться. Мальчики, девочки, обсуждение этого, того, соцсети и так далее. Где учеба? Эй, где? Да, столько телефона одни, и все. Учеба. Без этого никак. Мы просто не прошли этот этап. Это поколение реально тупых людей, потом это нам все боком выйдет. Но в то же время, если ребенок в этот период интернета, соцсетей и так далее, родители ему помогут учиться, если родители все-таки, в том числе, вот это вот наставление имама Шафии. То, что родители ему помогут понять, сколь важен горький вкус знаний. Родители помогут дисциплинироваться, изучать языки, изучать или иные предметы, понять специализацию, получать соответствующее образование. И на все это интернет и всякая остальная ерунда в соцсети просто забить и реально стать высококлассным специалистом, конкурентов будет крайне мало. Потому что таких людей умных, профессиональных пока что становится все меньше и меньше. Я уж не говорю про вредные привычки и так далее. Так что возможность этим пользоваться, как интересно, один знакомый, другой знакомый. И сейчас вот это последние месяцы, все это там миграционная политика и так далее. Я говорил уже об этом, повторяться не буду, наставление. Мы назвали, по-моему, наставление мигранту в прошлый раз этот трек. Вот в одной семье мама говорит, вот детей там в песочнице обижают, потому что у них там цвет кожи не тот. Я вам сейчас одну вещь маленькую вспомню. Моя бабушка, она сама тоже большую часть жизни прожила в Москве. Еще до Великой Отечественной. И разные истории рассказывал. Вот в 90-е годы, начало 90-х, середина 90-х, потом седьмой. Люди в Москве. Внешний вид начал потихонечку меняться. И вот она в значительной степени говорила на татарском. Вот, понимаешь, бу каралар. Не в смысле как-то обидеть или еще что-то. И скажу, тогда Средней Азии практически не было. Но Кавказ много было. То есть такого количества Кавказа в Москве не было, как появилось в 90-х. В том числе там азербайджанцы много приехало, как раз. В начале-середине 90-х. Каралар. То есть, по сути дела, человек чуть потемнее. Ну, Каралар, кто понял, тот понял, как переводится. Не в смысле чего-то плохого. Но в то же время, визуально, женщина советского периода, пожилая женщина, тут много такого. Были сложные периоды. Мы говорили. Это Россия. Учтите. Это Россия. Кавказ, Россия. И то, тем более, на уровне политическом, правоохранительных органов были перегибы, было много. Мы их пережили. Аль-Хамду-Лилля. Мы, как нация, Россия, выросли в том, что теперь мы многонациональны, многоконфессиональны. И это понимает во всех, на всех уровнях власти. Аль-Хамду-Лилля – это рост для нашей нации. Но теперь очередной период. С середины нулевых в Средней Азии очень много. Как порой говорят, даже дети порой говорили, спустишься в метро. То есть, москвичане в большинстве в Москве даже не живут. Сдают свое жилье и все. Подмосковье – то же самое. Смотришь ООО. Это переходный этап. Поэтому лишний раз выучить русский язык и хорошо знать. Даже русский язык знать лучше, чем русский человек. Что в этом плохого? Лишь умнее станешь. Изучить то или иное, больше концентрация в той же самой биологии, химии, физике и так далее. Через русский язык. Только умнее станешь. А здесь мама говорит – вот, ну, это же информационно накаляют, миграционное что-то, что-то. Мама говорит папе – вот детей там в песочнице обижают. Давай возьмем квартиру там-то. Вот деньги у нас появились не в Москве, а чтобы у детей была квартира где-то, не знаю, в Душамбе или в Ташкенте и еще что-то. Во-первых, покупая детям квартиру. И что они там будут жить, они ничего не захотят. Квартира есть, к чему стремиться. Это раз. Но второе – опекая детей, опекая, опекая, ты их делаешь вообще беспомощными. И неважно, сказали, сегодня ему скажут, у тебя там кожа не того цвета. Тут у него игрушку забрали. Ой, там родители, ты чего там игрушку там? Он должен сам уметь. Где-то игрушку хорошо. Пусть великодушна. Хочешься игрушку? На, бери игрушку. То есть родители должны его научить коммуникации. Не закрыть, в смысле, моего ребенка обидят. Мы люди. Я вот сейчас слушаю одну книжку, аудиокнигу. Я просто удивляюсь. Это немножко не моя область, история. Сколько войн было кровопролитных. Всю историю человечества. Чем больше цивилизации, тем больше войн. Неважно, христиане, мусульмане, разные страны, там Рим, Греция, европейские страны, постоянные перевороты и до сих пор. И все это сейчас Каталония или еще что-то. То есть везде самые разные вещи, везде разные конфликты. Политические, военные и так далее. Это природа людей. Постоянные конфликты. Если ты ребенка здесь стараешься вывести из конфликта, тут вывести, вывести, ты его оберегаешь, чтобы никто его не трогал, никто его не обидел. Но ты же рано или поздно умрешь. И он вот так вот, плюшевый медвежонок выйдет в жизнь. Жизнь, она жестока. Так нельзя. Наоборот, у тебя есть возможность. То есть нагнетается информационно-враждебная ситуация. Ребенку объясни. Есть хорошие люди, есть плохие. Я детям всегда говорил, мои мальчики, у меня четверо сыновей, я всегда говорил, уходи от удара. Всегда. Обижают дети друг друга? Однозначно. Однажды я узнал там в старших классах одного из старших детей конкретно, например, там. Я даже честно, так получилось и не знал. Я вспомнил, что мы однажды приходили в школу, там что-то чего-то. То есть его конкретно один очень здорово обижал. У него цвет кожи обычный. Он не темный, не такой, не сякой. Светлый. Обычный. То есть ни за фамилию, ни за имя, ни за цвет кожи. Просто один другого обижает. И один должен уметь приобретать навыки защиты. Своего мнения, своего взгляда и так далее. Это коммуникация. Без этого никак. Здесь не кто-то виноват, потому что он русский, или этот узбек, или этот татарин. Вообще ни при чем. Это просто люди. Просто люди. Если мы изолируем наших детей от решения межчеловеческих ситуаций и проблем, они будут просто беспомощны в любой стране, в любой ситуации. Поэтому крайне важно. Дети, песочница, школа. Однажды я с одной столкнулся, были сборы, военные сборы. Один из моих старших сыновей. Он крепкий парень. И я узнаю, что они обижали того, кто слабее. Я ему отдельно, мы сели, ну, то есть он крепкий. И опять же, крепкий, если ваш сын. Нужно говорить, послушай, никогда силу не применяй. Применение силы заканчивается тюрьмой. Нельзя. Уходи от удара. Будь сильным, чтобы себя защитить, но уходи от удара. Поэтому не надо думать, что это плохо, то плохо. Где бы человек ни оказался, любой человек. И я тоже в разных ситуациях бываю. И рассказывал разные истории. И когда ситуация, вот она, накаляется, я просто в моем возрасте, я говорю, послушай, если мы пойдем на конфликт на кулаках, один окажется в больнице, другой окажется в тюрьме. Мне это не нужно. Говорят, да ты не мужчина, да ты такой. Я говорю, да какая, не ты определяешь. То есть я сам для себя понимаю. Не он же определяет, кто я, мужчина или не мужчина. Ну, в тюрьме я не хочу оказаться просто-напросто. Ну, и как в больнице тоже. То есть этому детей надо учить. И когда я узнал, что один из моих крепких ребят, сыновей там, они обижали одного на военных сборах. Ну, он говорит, но он же этого заслужил, он к нам сам лез. Я говорю, послушай, ну, там не сильно уж обижали, но я говорю, я не знаю. Мне хватает того, что то есть я жестко против. Обидеть слабого – это нельзя. Даже если он сильный, обидеть тоже нельзя. Человека обидеть нельзя. Любого человека обидеть нельзя. Он такой странный или какой-то еще, да какая разница. Я, если обижаю другого словом, делом, тем более какими-то действиями, это грех, зульм, притеснение прав другого человека – это грех. Если он такой кривой, косой, что-то плохое, еще что-то подлый, пусть сам с собой разбирается. Я не хочу его не лечить. Не лечи его и не учи, но и не притесняй. Притеснению нет оправданий. Просто нет оправданий. И вот здесь, Мам Шафия, последняя строчка. . И он говорит, молодой человек, молодежь – это двенадцать и далее. Молодой человек, он говорит, в Аллахе, говорит, клянусь Аллахом, именно знание и набожность. Если этих двух вещей не будет, то никакого внимания и уважения этот человек не заслуживает.